Легкопассажирское почтовое пароходное общество «Самолет» ежедневно отправляет пароходы в Нижний Новгород и в Астрахань. Принимаются клади во все города по Волге, Каме, Белой, а также в Санкт-Петербург, Москву и Ригу. Контора общества находится между Панским и Заводским спусками. Проходя морским каналом, океанский пароход тихо близился к причалам величавых волжских вод. Вот пароходы вверх и вниз, в Астрахань и в Нижний Новгород, пассажирские и грузовые. С началом весны жизнь всех волжских городов и Самара не была исключением, перемещалась сюда, на Волгу. Встречи и расставания. Пассажиры с корзинками и пассажиры с тюками. Честные работяги и нечистые на руку жулики, а еще поэты и писатели. Один из которых, Евгений Николаевич Чириков, нарисовал такой портрет жизни в Волжской пристани. Зима была снежная, а весна дождливая и многоводная. Разлившаяся Волга затопила луговую сторону и шумела громадую воду под ножей города. А здесь уже кипела обычная приволжская жизнь. Клубились дымом пароходные трубы. Скрипели рули огромных, качающихся на волнах, барж и свистели свистки пароходов. А вот один из пароходов, готовый покинуть Самару, дрожал под парами. Крючники, торопясь закончить погрузку, то и дело ныряли под верхнюю палубу с мешками и огромными тюками на спинах. И вот уже на мостике появился капитан, осмотревший орлиным взором все свое судно. Раздался последний свисток, заглушивший шум о пристани, брань, рабочих, виск, торговок и звуки подъезжающих пролеток. Наконец началось торопливое прощание. Все целовались, крестили друг друга, отирали платками глаза и носы, жали друг другу руки и обещали непременно писать. И вот уже тяжелый канат с петлей на конце упал в воду. Зашумело, а внизу под хожухом колесо парохода. И он отделился от конторки. Шум колес и последний прощальный свисток заглушили голоса. А когда свисток перестал реветь, и лишь эх его отскочило от разбросанного по горе города, голоса на берегу и вовсе сделались неслышны. Постепенно конторка сделалась маленькой, и провожающие слились в одну сплошную пеструю кучку людей, над которой белели платочки. Мимо втянулись пароходы, дома набережной, баржи, плоты с новыми сосновыми избушками, лодки, ныряющие в волнах. Все это скоро перемешалось, отодвинулось и быстро затерялось в печальных сумерках надвигающегося пасмурного вечера. А мы пока оставим героев-чужестранцев, готовых пуститься в путь по Волге. И вернемся на землю бренную, где жили свои чужестранцы, совершавшие особого рода подвиги. Нет, об этих подвигах не писали писатели, но зато часто и со всеми подробностями рассказывали ежедневные газеты. Так, 2 мая 1913 года на пристани пароходного общества «Самолет» был задержан карманник-крестьянин Константин Назаров, который залез за пазуху крестьянке Татьяне Куликовой. При этом у Куликовой за пазухой лежал кошелек с деньгами, который едва-едва не был похищен. Задержанного карманника передали в полицейский участок города Самары. А уже два месяца спустя, 7 июля, мещанка Ерофеева заявила полиции, что на пристани того же самого пароходного общества «Самолет» у нее был похищен мешок с 63 рублями денег. «Ты разве ж я помню, кто и возле меня стоял-то», – причитала она в полиции. «А только вы их отыщите негодников, чтобы они подавились краденым!» «Сыщем, сыщем!» «Можете в этом не сомневаться, а только и вы, сударыня, рот не разеваете. А то где же нам угнаться за каждым воришкой-то?» – говорили ей в полиции. Вот, скажем, 18 августа в участок обратился уже сам агент пароходного общества «Самолет Федоров», заявивший о том, что с пристани был украден ящик с медной сеткой на сумму в 150 рублей. Но к этой сетке мы еще вернемся, а пока скобянку воруют. Да-да, 30 августа Хабибулла Хостадинов заявил, что во время проезда на пароходе общества «Самолет от Казани до Самары» у него было похищено с кабиного товару на сумму в 60 рублей. Был задержан и вор, которым оказался крестьянин Петр Наместников. Часть похищенного товара у Наместникова была изъята, а сам он был предан судебной ответственности. А вот мещанин Владимир Абутаринов обратился в полицию с заявлением, что во время того, как он ехал на пароходе общества «Самолет в Самару», у него из чемодана был украден кошелек с 47 рублями денег. Произведенным дознанием, однако, было установлено, что, вовичи в нетрезвом виде, Бутаринов сам открыл свои чемоданы, чем и воспользовался вор. По подозрению в краже был задержан крестьянин Леонид Поросинский, который виновным себя не признал. А у нас Евгений Чириков и его чужестранцы. Волга, проходы, встречи, расставания, волжский штиль, а еще волжский шторм. Пароход двинулся полным ходом вверх по течению и скоро очутился в безбрежном пространстве водяной стихии. Встречные волны, рассекаемые острым носом парохода, лезли вверх, ленились и, разбиваясь в дребезги, упадали вниз каскадами брызг и мелкой водяной пыли. За разбитыми лезли другие и, подвергаясь той же участи, уступали место новым и опять новым. Крепкие колеса равномерно хлопали своими массивными красными плицами. Веревки мачты тряслись и стучали о древко. Рулевые цепи визгливо скрипели. Кормовой флаг извивался, хлопал полотнищем и рвался на волю. А прорывающийся в свисток пар производил несмолкаемое монотонное гудение. Корпус парохода трясся и вздрагивал. Ну а нам пора вернуться к заявлению агента общества самолет Федорова о пропаже с пристани общества ящика с медью. В конце августа сыскному отделению Самары стало известно о том, что в городе находятся воры-рецидивисты Федор Лепков, Степан Мыров и еще несколько их товарищей. Причем тут спросите, воры-рецидивисты? А вот при чем. Как удалось выяснить полиции, это они, Лепков и Мыров, похитили ящик с медными сетками, стоящими полторы тысячи рублей. Похищенные они сбыли торговцу на Троицком базаре. Кстати, всего за 11 рублей. А теперь пьянствовали в гостинице Андреева на набережной улице. Но долго пьянствовать им не пришлось. В эту гостиницу был отправлен сыскной агент. Да уж, бывает и так. Выпить выпили вот за опохмелкой и за песнями, пожалуйте, в тюрьму. Но всех не пересажаешь, думали, вероятно, воры, которые действовали на волжских пароходах и пристанях. Так 2 сентября некто Шаров заявил полицейским о том, что при сходе с парохода в Самаре у него были похищены 13 рублей денег и годовой паспорт на его имя. А вот две недели спустя некто Кожаев обратился в полицию с заявлением, рассказав о том, что, проходя берегом Волги, мимо пароходных пристаней, он встретил трех неизвестных, которые напали на него, отобрали пиджак с 50 рублями денег и разбежались в разные стороны. Ну и на Псашок уже 18 сентября Фердон Файзула-Хаглы обратился в полицию с заявлением, сообщив о том, что в то время, как он стоял в очереди в кассу на пароходной пристани самолет, неизвестно кем, у него был похищен кошелек. А в кошельке от находилось 45 рублей денег, золотое кольцо, стоящее 35 рублей, и годовой паспорт на его имя. Но мы, между тем, оставим жуликов и их жертв и вернемся в большую литературу. Итак, Евгений Николаевич Чириков, чужестранцы. Приближающийся шторм заставил пассажиров спрятаться под крышу. Верхняя палуба опустела. По временам из рубки выбегал плотный бородатый капитан, который беспокойно смотрел в большой морской бинокль и, быстро повертываясь, снова исчезал за дверью рубки. Ветер крепчал и злился. С севера ползли и ширились мрачные грозовые тучи. Небеса потемнели еще более. Высокие валы поднимались все выше, а белые гребни их, достигнув максимальной высоты, перегибались дугой вперед и с шумом рушились в водяную бездну. Вдали перекатывались продолжительные громовые раскаты. Черная ночь опускалась все ниже. Вот на мачте парохода вспыхнул огонек сигнального фонаря, который бросил свет на бушующую стихию. На кожухах загорелись два фонаря – красный и зеленый. А небосклон то и дело прорезывался стрелами молний. А на нижней палубе меж тем было людно, тепло и уютно. Палуба кишмя кишела людьми. Здесь пили чай, толкались около буфета, слышался смех, детский плач. Одни уже спали в замысловатых позах, а другие только еще готовились ко сну. А за бортом бесновалась непогода. Восток то и дело озарялся фосфорическим сверканием молний. Гром перекатывался с одного края небес на другой. А за бортом бились волны. Враждебная стихия, казалось, напрягала все усилия, чтобы одержать победу над человеком. Но все ее усилия были напрасны. Могучий великан в союзе с маленьким грязным человечком в трюме одерживали победу. И пароход двигался вперед во мраке ночи. Это было ночью белой. Побледнели фонари, А вода прозовела от забрежевшей зари. С вами был Михаил Перепелкин.